Это вам не магазин. Активисты народного контроля оценили качество продуктов на центральном рынке областного центра. Эта проверка в главном пункте Ивановской торговли не первая и, как заверяют общественники, наверняка не последняя. Мы стараемся как можно чаще в муниципальных образованиях, здесь, в столице нашего региона, осуществлять подобные проверки. Чем чаще мы их будем делать, тем нашим людям будет жить спокойнее от того, что все санитарно-эпидемиологическое состояние продаваемой продукции будет в порядке. Буквально с порога одна из покупательниц поспешила сообщить общественникам о самых, на ее взгляд, вопиющих нарушениях. Жаловалась на крыс на заднем дворе и неприятный запах. Там есть один павильон, вообще запах. Он говорит, мама, что у вас пахнет? Они что-то сказали. Это вообще полностью кошмар. Крыс активисты не увидели, а вот запах все же есть. Особое внимание уделили мясной продукции. По сравнению с прошлой проверкой, санитарное состояние заметно улучшилось. Теперь мясо лежит не на картоне, а на прохладных железных поверхностях. С сетками, правда, не закрыто и нигде нет ценников. На вопрос об информировании покупателей о сумме продавцы отвечают. Это не магазин. Нечего тут бумажки писать. Цена договорная. Потому что мясная продукция хранится без каких-либо соков годности. То есть нет упаковки. Хранится на открытом воздухе, под жарой. И я считаю, это серьезное нарушение, которое руководство вынуждено будет убрать. Неприятно удивили активистов витрины с готовыми салатами и соленьями. Не указано даже на именовании. Что это за блюдо, покупатель должен догадаться сам. Возмутили общественников и витрины с молочной продукцией. Ну вот, пожалуйста, молочная продукция, которая идет в заводскую таль, она должна, если они ее куда-то перекладывают, иметь этикетку, где написано, обязательно срок производства, дата выработки, срок хранения и кто производитель. Мы не видим ничего, откуда эта продукция, что это такое. Где ее делали, этот ворок, эту продукцию. Где делали кто? Очередной обман. В этот раз руководство рынка и работники отделались с предупреждениями. Выявленные нарушения не настолько серьезные, чтобы заявлять в Роспотребнадзор или прокуратуру. А активисты народного контроля планируют через некоторое время вернуться на центральный рынок, чтобы проверить, устранены ли недочеты. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.